и хай народ у аппарата как всегда я один фоб и сегодня мне пришла вот такая вот посылка да вот такая вот блин жалко конечно что не буковали в такой пакет для почты россии который не промокаем и все дела было бы сейчас не знаю интрига какая-нибудь что же там пришло и там не знаю ацдек ну а это взяли просто прозрачной пленкой замотали ну так то все пришло в ценности и сохранности ничего не повредили это самое главное ну и я вот решил взять участвует ножик свой походный и сейчас вот распакую эту пленку пленку намотали я вам скажу очень хорошо очень мучаюсь вот сейчас блин ну не знаю сколько я буду сейчас снимать но мне вот прям доставляет удовольствие распаковка таких вот посылок ну конечно же привыкла до распаковывать там посылки с озона там яндекс маркета там еще например но с этой же почта россии там да по сути же тоже пришло на почту россии но упаковали почему-то именно вот так наверное не хотели платить за упаковку я бы на него их месте наверное лучше бы заплатил лишний раз за упаковку чем бы просто-напросто павильонкой прозрачной чтобы все видели что ты везешь блин ну как-то не очень знаете охота оставить как бы это все ну приносишь домой ты просто нам просто в неудомевании что ты принес домой может быть это чужая посылка вообще просто я не знаю я получаю удовольствие когда вскрываю такой вот пакет и где все закрыто просто написано твое имя фамилия и там прочие твои данные что ну чтобы пришел на твой адрес и как бы распаковываешь дома и хопа а это ты заказывал да и тебе это приятно получить свои руки вы видите насколько мы уже сейчас с вами продвинулись я сейчас думал я вытащу сейчас свайт свайпа да пришел свайт свайп и оптимус прайм хер там плавал потому что пленку очень туго замотали очень туго я вам скажу и вот здесь более менее пошло я еще блин пытаюсь ее аккуратно да вот чтобы не поцарапать коробку потому что я коробки вот эти из-под фигурок не выбрасываю ставь лайк есть тоже так делаешь вообще есть люди до покупать фигурку и выкидывают коробку то есть на просто просто фигурка и все и наблюдаешь на таких платформах как айвита юла типа фигурка прям новые но коробки и инструкции и заднего фона нет и то есть это уже считай фигурка не новая если же у вас нету коробки и заднего фона и инструкции инструкции ладно ну как бы тоже это еще считается то есть что это полная комплектация вот поэтому я оставляю кто меня знает может быть я завтра же это все дело брошу там захочу всю свою коллекцию продать вот кто меня знает да например захочу я купить себе машину да но ну конечно же я пока что не хочу покупать машину ну и как бы я хочу не продавать фигурки потому что но с фигурками многое связано так что я их продавать не собираюсь вытащили свои свайпа по studio series 78 номер это у нас он по второму фильму трансформеры месть падших да он у нас там был он мелькал ну можно сказать так относительно 50 на 50 нас официально с ним как-то прям вот так вот и познакомили во втором фильме он мелькал прям вот знаете он был в самом начале потом он у нас когда привезли трупак оптимуса прайма и уже когда они были в пустыне дрались десептиконами и все то есть нас прям прям близко-близко с ним не познакомили а вот уже в третьем фильме нам уже он часто среди ну именно среди моих глаз мелькал и уже как бы мне кажется официально нам с ним познакомили блин почему второй часть такого не сделали просто на просто как будто это левый бот который сейчас вот я не знаю минут пять-шесть и там какой-нибудь тикон покрупнее его пришибет блин ну майкл бы и так не делается я просто говорю на будущее но как бы все если кто не в курсе он завязал именно снимать от себя трансформера вам просто как бы присутствует помогает сейчас лучше оптимуса прайма ведь 35 шагов трансформации но есть матрица оружие щит фургон но и задней видите фон сидела дату тут наклейку слегка поцарапали ну ладно и здесь тоже видите да но это во первых не критично сама фишка в том что они запакованы я удивилась я поначалу думал что такого не будет но нет просто фотографиях было очень плохо распознать 19 шагов трансформации отсканировать что-то я не знаю зачем это надо видим самого свои свои по полный рост но фигурку я вам скажу я слайд свайпа именно хотел давно купить оптиуса прайма я еще хотел купить когда был год 2021 по earth фрайс но по earth фрайс его раскупили моментально понимаете да и я то что я вообще не успел то есть он был он прям при мне был я помните даже снимал на свой канал что я его вот прям видел и его хоп уже нету я такой думаю ну все то есть надо искать у торгашей которые сейчас там не за пять тысяч продадут там не за три а продадут тебе его за семь за восемь за десять ну есть такие да вот отбитые люди вот типа я вот достал знаешь чуть не прям с калифорнии все для тебя она оценка такая маленькая знаешь это что я вот типа с тобой общаюсь тратчу на тебя свое свободное время да блин оказывается вот да анонсировали киндом и еще плюс ультра магнуса по киндом мне больше понравился чем по сидж по сидж у него голова выглядит покруче а вот киндом ски тоже он приятный он хороший тоже есть некоторые моменты которые там например хочется с ультрамагнуса студии именно сидж перенести на киндом или с киндома на сидж на сейчас мы давайте распаковываем оптимса прайма он заматан здесь очень хорошо я вам скажу очень муторно очень очень прям вот а вообще он коробка красиво я ее вот оставлю я вообще не выбрасываю говорю же коробки до минус серии киндом что видите сейчас все это картонная вставка видите да он studio series вставка пластмассовая то есть трансформер держится на пластмассовые вставки то есть он по эксплуатации имеется ввиду там почта будет его ввести или же там например его хазбра там со своей страны вроде в вьетнаме делают трансформеры если я не ошибаюсь и они их везут и они то есть ничего не царапаются и там ничего не отваливается от картонная вставка уже многие ей не доверяют потому что она везет очень плохо видим всякая макулатура и инструкция сзади у нас карточка вот она торчит прочие присоски всякие которые держат оптимуса прайма фургон и вот видите вот эти вот присоски их сейчас надо будет нам убирать и как задний фон оставить вот этот вот картон который уже сейчас будет весь дырках это знаете это не найс потому что выглядит уже не так красиво то есть уси джа у эртфрайс у них задний фон он ну он вообще никак не поврежденный на нем не экономили и он вообще путь у вас так себе ну нормально для полки пойдет давайте распаковывать здесь у нас первое что идет это его пукалка это его фирменный бластер конечно же его виды слегка изменили пытался кстати сделать вот так но блин у меня что-то пошло не по плану оказывается все норм все нормально просто-напросто я первый раз ну на эту функцию выполнял и немного не так и и сделал ничего страшного вот самого оптимуса блин как будто примотали какой-то травой видите да вот посередине зеленая какая-то проводка но это обычно то есть какая-то такая экономная био веревка не знаю зачем уже экономит даже на вставках когда он полностью весь пластмассовых вставках а его грудь да вот это вот именно часть она блин заматана какой-то именно травой био-веревка типа ее легко размотать но и она сама не но без помощи твоей не сломается пластмассовые вставки мы убираем они нам не нужны кстати сверху у нас это по сути дрон который должен выполнять функцию а лечение оптимуса прайма как у нас по как у нас просит коробка то есть по сути игровая фишка этого набора вот ну почти вытащил да но ответе сверху что-то придерживает то есть как же это было бы проще это надо было вот тут это все подтянуть и убрать то есть ты тянешь и ножницами это спокойно убираешь то есть вот так блин ну неудобно конечно сделали неудобно с картонной вставкой конечно же она тоже получилась красивой его во первых ты просто так не выкинешь мало ли кто будет там придираться или еще что-то но и она как бы по сути тоже нужно если вдруг вы захотите например трансформеров положить обратно в коробку ну и и рекомендуется для того когда вы положите трансформера в коробку надо чем-то его именно какой-то такой вот пупырчатой пленкой потому что напросто он может поцарапаться ну или еще что то вот вот это у нас веревка да я кстати сейчас вот поставил на паузу отдельно все это распаковал делал потому что я тянул просто напросто время вот эти био веревки их довольно таки легко убрать они легко поддаются я блин аккуратно так аккуратно знаете вот пытался их убрать чтобы не поцарапать саму фигурку потому что боишься сейчас заденешь и поцарапаешь и все уже по сути фигурка будет слегка поцарапана ну то есть это для коллекционера будет большой грех и видите еще на заднем фоне у нас имеется две большие дыры фургон убираем с фургона эту блин био траву я не знаю зачем вообще стали так экономить hasbro но все-таки играть чего все затевался ради оптимусы и свайт свайп они прям вообще красавчики свайт свайпы я вообще давно хотел любого абсолютно любого либо же по сидж то есть по первому поколению на молоде первого поколения или же именно по студию сериус по фильмам майкла б думаю что фильм мак майкл бы он выглядит покруче у него побольше аксессуаров конечно же хотелось хочется даже сейчас и того и того то есть один есть уже другого хочется то есть чтобы иметь себе хоть какое-то впечатление как и тот и от того отличается видим подвижность руки у него вот сама фишка вот это запястье у него видите да то есть кисть она сама двигается голова у него на 360 градусов она легко двигается она то есть фиксируется хорошо хотел открыть матрица но первый раз я побоялся а на самом деле фишка все выполняется просто со временем все я сделал сзади колесики мы видим ноги сгибаются у него довольно таки отлично двигается также носок для пост тоже видите есть небольшая такая вот подвижность а далее что мы видим а видите в колено как сгибается то есть в эпичную позу принять это на раз-два и то есть на колено то есть нам надо его убрать слегка носок но это конечно же надо все делаю вот все ведь стоит все нормально эмблема автоботов видна издалека мне вот именно это и понравилось что блин вообще большие молодцы не экономит все делать как надо вот видим также на руках у него прорисовка все хорошо имеется сам фургон тоже вполне отличный он сделан добротно все нормально также сейчас блин взял я проверил кстати за камерой что именно как крепится все дела там все ли хорошо просто мне показалось что что-то здесь не так ну и стра сформировал я фургон выглядит он вполне себе хорошо осталось только с трансформировать оптимуса прайма и показать как он вместе с фургоном выглядит а так вполне себе отлично мне прям понравилось то есть я вот так фургон положил и распаковываю теперь спать свайпа свои свои по я же говорю я хотел еще давно абсолютно любого либо же по фильму либо же по сиджу тут у нас видите да скотч фирменный от hasbro так вот эти вот как бы я не знаю для чего но во всех коробках так используется и здесь вот блин самый такой момент она может поцарапать да вот это вот как бы от коробки этот язычок если же он коснется фигурки и потянуть он может поцарапать оказывается выяснилось что свое свое довольно таки хороший видим 78 номер все дела тут такая вот инструкция и здесь почему-то пропала реклама других студию серии с трансформеров я почему-то ожидал что будет реклама и других то есть например самом конце будет например последовательный номер то есть после 78 у нас 77 и после 78 у нас например но 7 9 я почему-то ожидал что будет так задний фон это у нас китай как вы помните у нас в китае там что-то произошло у нас там был демолишер если же я не ошибаюсь и сайдвейс они там устроили какую-то такую рутину все дела и автоботы пришли и показали кто здесь босс этой качалке видите что здесь все легко и понятно вот почему мне нравится что у них на прозрачном пластмассовом фоне ты видишь сразу же пластмассовые вставки где они находятся и тебе не стоит нигде гадать то есть ты легко так вот хоп и все по сути для ничего такого сложного и нету они легко открепляются и здесь сразу же если же ты захотел фигурку положить на место то есть пластмассовую вставку там например убрать его чтобы он не пылился или же например просто напросто там ну пока что ты хочешь убрать просто в коробку да вот и это плюс потому что ты знаешь уже видишь по самой пластмассовой вставки в какой позе как должно все быть как все должно лежать как все приехал как все и было и он во первых он с этой пластмассовой вставки никуда от вас не денется то есть он намертво на нее ляжет то есть если же вы рукой его не возьмете он выглядит вообще просто-напросто удивительно и довольно таки красиво его серый с темно-серым очень хорошо сочетается теперь оружие оружие у нас это два клинка вот таких вот которые у него помните видео на коробке рукой он их использует то есть и 22 то есть таких вот пулемета или же просто бластер руки у него двигаются хорошо увы где у него кисть она у него не двигается но это все замена делается что у него рука сама все хорошо двигается в принципе я на этот косяк не обратил внимание ноги тоже двигаются так что фигурка вполне себе отличный мне все прям понравилось то есть вот его орудие этот бластер он у него двухстойный но двухстойный это по сути возможно как обрез или же как просто дробовик типа такого вот не знаю но в принципе фильме он его использовал я помню в третьей части он его использовал а я даже помню этот момент вот как он выглядит с клинку он этот момент был когда в третьей части с аранхайдом они встретились с берсеркером и вторым десептиконом которую я постоянно забываю и вот он использовал там этот бластер ну и на этом все я распаковал большое спасибо что посмотрел ролик до конца смотрите как свой свой выглядит на фоне если же вам понравился видеоролик ставьте лайк подписывайтесь на канал и так же не забывайте писать комментарии вам не трудно а мне приятно ну а на этом все всем удачи всем пока